У Татьяны свои точки с фруктами на рынке и соцгород. Женщина торгует легально и еще каждый месяц платит дань незнакомцам. Она просит не называть своего настоящего имени и не показывать лицо. Боится, могут найти и наказать. С каждой точки, помимо того, что я плачу деньги в налоговую, ну все как положено, каждый месяц, с каждой точки я должна платить по 400 гривен. На рынке смотрящего, по словам продавцов, гражданина Алифирова, узнают по фотографии практически все торговцы. Говорят, здесь он частый гость. Вот этот вот человек, вы его знаете? В камуфляже? Не видели? Не видел, видел, но он где-то, даже не могу сказать. Ну его сейчас сынка была, почему? А что, ведь тут здесь робот? Должен, да, здесь быть. В камуфляже? Юрий Георгиевич. Не видели? Он в милиции работает? Ну вообще не. Ну вроде нет. Такая милиция знакома. Антон тоже просит не называть его имени и фамилии и боится давать интервью возле своих точек на рынке соцгород. Говорит, если перестанет платить каждый месяц левые деньги, лишится работы. Приходит участковый, составляет акт, ну то есть составляет протокол административный и выживает таким образом с рынка людей. Юрий Алифиров, бывший сотрудник службы по борьбе с экономическими преступлениями тогдашнего Дзержинского района. Тогда уже за рынком следил нынешний участковый Геннадий Бушуев. Участковый должен находиться здесь, в комендатуре рынка. Все три попытки пообщаться не увенчались с успехом. Вместо него в личном кабинете полицейского почему-то сидят посторонние люди. Вы можете представиться? Почему у вас ключи от кабинета сотрудника правоохранительных органов? Вы тоже сотрудник? Все, все снимаем. Скажите, вы сотрудник или свидетельство? Представьте, пожалуйста. По телефону участковый рассказал. Музду ни с кого не собирает, а гражданина Алифирова вообще не знает. Правда, продавцы уверяют в обратном. Владимир, назовем его так, говорит, один из торговцев однажды отказался платить деньги за место и ему сожгли ларек. Он заявление не писал ничего, потому что знает, что нема смысла с этого. Потому что сегодня ларек, завтра могут и хату спалить. А может и домой не дойдет. Рынки легальные и стихийные – это большие деньги. По подсчетам самих продавцов, только так называемая дань за место – это 30 тысяч гривен в месяц со всех. И тем, кто нарушит эту коррупционную схему, может не поздоровиться. Гражданин Алифиров, которого знают продавцы с рынка, персонаж непростой. Он общается с высокопоставленными криворожскими правоохранителями. Это подтверждают распечатки звонков, которые попали в руки нашим журналистам. С 1 июля 2016 года по 9 марта 2017 бывший милиционер Юрий Алифиров звонил 26 раз прокурору Богдану Выасенко, которого в программе Савика Шустера окрестили бандитом в погонах. Входящих звонков от правоохранителя – 19. 21 раз господин Алифиров набрал номер замначальника Криворожского отдела полиции Николая Верповского. В свою очередь, тот ему звонил 10 раз. Что могли обсуждать полковник Верповский и бывший сотрудник УБЭПа Алифиров более 30 раз? И почему высокопоставленный полицейский отрицает какое-либо общение с господином Алифировым? По службе он работал совсем другой службе. Мы по службе с ним никак не пересекались. Года, наверное, три или пять назад он уволился, а после этого я его ни разу не видел. Мы с ним отношения не поддерживаем никакие ни служебные, ни личные. Прокурор Власенко тоже говорит, Алифирова не знает. С другими полицейскими тесных контактов не имеет. От камеры скрывается за прочной дверью. Вы не знаете так такого? Нет, большой раз от вас чую. И вы никогда ему не телефонували? Алифирову? Так. Тем не менее, господину Алифирову известно о встрече нашей съемочной группы с прокурором Власенко. Об этом он открыто признается на камеру. Вы зайдите туда, где были в прокуратуру сегодня. Откуда вы знаете, что я там была? Я не знаю. Мне уже сказали. Не, я с ним не общаюсь вообще. Ну откуда вы знаете, что я была? Люди уже сказали. Гражданина Алифирова и его связей боятся не только торговцы на рынке. А история показывает, тем, кто перешел ему дорогу, приходится несладко. Год назад следователи Криворужского отдела полиции провели санкционированные обыски на складах у крупного предпринимателя Татьяны Назаренко. По словам самого Алифирова, это его подруга. Следователи рассказывают, бизнесвумен была крайне не рада их визиту и угрожала крышей в полиции. Примерно в мае 2016 года один из руководителей городского отдела полиции меня вызывал к себе в кабинет и в грубой форме объяснил, что следователи, и я в том числе, приехали не туда, куда нужно было приезжать. Результаты обысков ни к чему не привели. После этого на следователей завели уголовные дела и, по их же словам, пытаются выдворить из полиции. Детали расследования производств против следователей известны и гражданину Алифирову. Он почему-то уверен, скоро правоохранителей, решившихся на обыске, у его подруги уволят. Вам, скорее всего, оборотни в погонах, которые у нас работают в УВД, я думаю, не буду скоро работать. Вот эту дезинформацию вам дали. К слову, дело по следователям ведет областной прокурор Богдан Власенко. Тот самый, который якобы не знает Юрия Алифирова, но при этом часто созванивается с ним. Сейчас прокурор готовится обвинить следователей в коррупции и отправить в тюрьму. А рыночники, которые платят дань, настолько не верят полиции и прокуратуре и так напуганы угрозами и поборами, что вряд ли решатся обращаться в органы с просьбой о защите.